На портал Экзегет поступил вопрос, как Христос мог допускать страдания невинных людей только для того, чтобы их исцелить, и для того, чтобы на нем явились дела Господни. Вы знаете, да, конечно, в Евангелии есть момент, когда Господь говорит, что сгрешил не он, не его родители, а чтобы на нем проявил славу Божию. Мы, к сожалению, ограничены, наши виды ограничены рамками этого мира. Притом наше зрение такое, знаете, извращенное. Извращенное. То есть мы думаем, как думает грешный человек. Вот, давайте проведем такую параллель с медициной. Приходит хирург, говорит, знаете, ну, родственник, у вашего там родственника гангрена, и надо отрезать ногу. Ну, все заплакали. Никто же не скажет, нет, не будем. Нет, конечно, скажет, а может быть как-то, ну, уже никак, все, гангрена, все. Если гангрена, там уже ее не вылечишь. Уже можно затормозить ее, но само вот, насколько я не медик, но, насколько я знаю, это уже вратного хода не имеет. Все понимают, надо отрезать ногу, чтобы человек не умер. Не умер. Совсем. Лучше жить без ноги, с протезом, чем, так сказать, умереть и, так сказать, тебя закопали. А вот давайте посмотрим теперь, что это здесь у нас не тело и биологическая смерть, а духовная смерть и душа. Вот души гангрена. Что делать-то? Спасать. Человек не умер, не попал в ад. Попал в рай, ну, и еще по возможности как-нибудь в самые хорошие его места, ну, наиболее для него возможные хорошие места. Вот здесь уже вот Бог из этой ситуации поступает. Вот он мог бы, наверное, вылечить бы Лазаря, без всякого сомнения. Как он вылечил, он мертвых воскрешал. Та же сам Лазарь воскресил, в конечном счете-то, через какое-то время, короткое. Он мог его, естественно, и вылечить. Но для того, чтобы и Лазарь что-то понял, а Лазарь бы оказался в аду, как и все люди до Христа, посмотрел там, побыл, ему там было, конечно, наверное, не сладко, но когда он вернулся сюда, у него было особое состояние души, благодаря которому он стал, возможно, святым. И здесь как бы сложилась его жизнь, если бы его Господь просто исцелил. А вот благодаря тому, что он умер и воскрес, его жизнь сложилась намного духовно выше, потому что в этом нет всякого сомнения, чем она могла быть, если он просто немножко поболел бы и встал потом. Потому что у него было особое знание, что происходит за границами того мира. Это, конечно, знание, на самом деле, очень не у многих бывает, и то у очень великих святых. И он знал, что это так. Это очень важно. Но вот моя теща несколько раз умирала. И вот когда она первый раз умерла, увидела ангела, который сказал, Лариса, тебе очень рано, иди обратно. И ее в тегло запихнул. Вот она до этого, она в вечную жизнь не верила. Верила в Бога, но в вечную жизнь не верила. Но когда она умерла, была клиническая смерть на операционном столе, увидела ангела, и уже было трудно не верить в вечную жизнь. Она когда уже пришла, увеличилась в этот мир, пришла, так сказать, потом выписалась. Мне была же другая, это была моя другая теща, тоже такая же добрая, хорошая, но верящая в вечную жизнь. Но чтобы она поверила, теща моя, человек с железной волей, очень доброй, но с железной волей. То есть это вот ее так просто взять легко, так не переведишь. Она же спорить не будет. Вот ей понадобился такой опыт клинической смерти и вообще не сонняла. Вот жестоко клиническая смерть Бог ей попустил. Жестоко. А иначе бы, не веря в вечную жизнь, она могла бы просто не спастись. Пойдя другим путем. Пришла в своей даже такой, как бы, доброте естественной, человеческой. Вот почему Бог это пускает. Это я с точки зрения самого человека, а еще польза окружающих. Вот мы знаем, что Лазарь умер и воскрес. Как это воздействовало на иудеев тогдашних? Множество веровало Христа. Я говорю вам о своей тёще, любимой. И вы тоже, понимаете, ну, отец Александр говорит своим родственникам ближайшим, у вас тоже какая-то пробуждается какая-то вера. То есть это польза не только для моей тёщи Бура, но польза для окружающих людей. Вот у меня есть родственник, он любит очень мою тёщу, но он еще церковленный. Но он и верит, то есть она понимает, что она врать не будет. Вот он говорит, ну вот ангел, ангел, ну слушай, вот моя тёща, да. Я бы в ангелов не верил, но тёща твоя, да, не получается. Это факт какой-то такой, не укладывающийся в такую, так сказать, его теорию жизни. И он уже как-то начинает в ангел ферить. Но этот человек врать не будет. Но для него. Поэтому вот надо понимать, что если мы в границе этого мира, да, вот, так сказать, тогда вот, наверное, самое хорошее, когда мама балует ребёнка. Вот всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё. Но потом почему-то ребёнок вырастает каким-то бандитом или эгоистом, или там ещё что-то. Вот оказывается, нет, что-то надо вот как-то воспитывать, наказывать. Так и Бог. Только у него другие цели, другие задачи, и более широкие возможности, задачки более высокие, глубокие, глобальные. Вот всё. Поэтому просто надо смотреть. Не в рамках этого мира страдай, не страдай. Даже в рамках этого мира сказал про хирурга, да. Тут тоже приходится на страдания идти, чтобы выжить. Через биологически. А в рамках вот бытия, даже не вселенной, ад и рай, добро и зло. И тогда всё, тогда всё становится на место. Тогда вот эти вопросы, а почему ребёнок страдает, не возникает. Ребёнок страдает, чтобы он в ад не попал. Ну, конечно, человек не верит в ад, это его дело. Он скажет, ну, это ваш ад. Он там то ли будет, то ли нет, а человек страдает здесь. Но если вот посмотреть внимательно, люди, которые страдали, ну, и при этом, конечно, не озлобились, они бывают с пониманием, с добротою. Они люди. А люди, которые бегут всегда от страданий. Дальше у них жизнь была не очень уж такая, как говорится, страшная. Не концлагеря, не тюрьмы, ещё что-то, не война. Они бывают часто люди такие сухие, озлобленные. Если они не озлобленные, то, по крайней мере, такие сухие и сами-то жить тяжело. Вот, чтобы этого не было, иногда надо и пострадать. Ну, вот, можно тогда задать вопрос, а как же вот два человека? Один, вот, два болеющих. Один болеет, озлобляет, другой болеет, не разлобляется. Да, один становится там, ну, таким вот, ему совсем плохо, да, он уже, считай, в аду от своего озлобления. Другой, наоборот, даже и на святую бывает. Вот, болел-болел и святым стал. А как так? Вот, почему ведь вроде страдания, а это уже от свободы выбора человека. Это два пути равнозначных, которые один сверло направо, другой налево. Один был разбойник, один с сною, другой с шою. Один нашёл Старство Небесное, будучи на кресте, другой был в аду, ещё будучи на кресте. Ну, и после успения, соответственно, каждый наслыл то, что хотел. Это выбор человека. И каждый человек волен выбрать. Это не то, что это такой фатальный момент, вот, болезни, болезни, и всё, ну, ты не можешь не озлобиться. Нет, ты можешь не озлобиться. Это твой выбор. Единственное, что, конечно, не всякое сомнение, что не озлобиться, надо быть с Богом. Вот, если ты в озлоблении болезненном взываешь к Богу, Бог приходит и врачует твою душу, возможно, потом и тело. Уж тело-то оно чаще болеет из грехи наши. А если, конечно, ты озлобляешься и Бога знать не хочешь, даже к Богу претензии предъявляешь. Вот, что это такое? Где ты, ваш Бог, если я так болею? Ну, это твой выбор. Сам часто через даже явные грехи какие-то, да, ну, например, человек сухой, злой, он идёт к инфаркту, к инсульту достаточно раннему, к всяким психопатиям и так далее. В силу это чисто даже такие, даже психологи, психиатр может рассказать этот путь, когда человек озлоблен постоянно, и что у него с ним происходит, с его здоровьем, психическим и психологическим. Вот, ты не злись, значит, не будешь так болеть. А если уже заболел от злобы, то укайся, и тебе будет легче. Это, повторяю, это выбор человека. Только сам человек это выбирает, а Бог дальше ему всё это помогает, ведь Бог есть. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok